Ежегодно в нашей стране в первую субботу октября работники самой гуманной и преданной профессии учителя отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня мы будем рассказывать вам об их ежедневном нелегком труде. Сусана Аскальвина Шхабацева вот уже ряд лет работает учителем начальных классов в Бличепсинской средней общеобразовательной школе. Она передает свои знания и опыт молодым поколениям. Ее преданность работе и безупречные репутации в коллективе делают ее видным и уважаемым членом образовательного процесса. Дети, которыми она занимается, обожают ее затерпение, доброту и преданность. Эту благородную профессию она выбрала не случайно, а пошла по стопам своих родителей. После окончания восьмого класса я поступила в педагогическое училище имени Хусена Борезовича Андрухаева. Я проучилась там четыре года и поступила в университет, окончила начальную школу. Закончила учителем начальных классов и с 92-го года я здесь работаю, 32 года уже. В выборе профессии мне послужило, наверное, то, что я родилась в учительской семье. Папа и мама работали в школе. Папа был военноруком, Шугусова Аскарби Ильясович. Мама работала географом, Шугусова Тамара Умаровна. И сначала старшая сестра пошла по стопам родителей. Она после 10-го класса поступила в институт и выбрала профессию мамы. Она стала географом, а я через два года пошла за ними в учительскую деятельность. И вдвоем мы вернулись в 92-м году со старшей сестрой, вернулись в родную школу. И это, наверное, были самые лучшие времена, когда мы работали всей семьей в школе. Сусанна Аскарбиевна является важным фигурантом в жизни каждого ребенка. Она принимает на себя огромную ответственность за формирование и развитие базовых учебных навыков у своих учеников. Ее педагогический подход основан на индивидуальном взаимодействии с каждым ребенком, что помогает им раскрыть свой потенциал и достичь успеха в учебе. Профессия учителя все равно очень трудная. Надо любить, понимать детей. И надо зажреть сердца детей, чтобы они всегда горели, горели чем-то. И мне кажется, вот эти дети не дают нам вообще сгореть. Благодаря своему огромному опыту находит эффективные методы преподавания, которые делают образовательный процесс интересным, увлекательным для детей. Она применяет инновационные подходы и использование современных технологий, чтобы разнообразить уроки и сделать их максимально занимательными. Благодаря этому ученики сохраняют интерес к учебе и радостно приходят в школу, зная, что каждый урок будет интересным и полезным. Масса шести подушек будет? Сколько? А семеет? Масса шести подушек? Двенадцать. Хорошо. Двенадцать. Но самое главное – это любовь, которую испытывает к своим ученикам. Она вложила свою душу в свою профессию и посвящает себе ежедневное создание благоприятной и поддерживающей атмосферы в классе. Ребята чувствуют эту заботу и внимание и отвечают за нее взаимностью и готовностью к учебному процессу. Многие выпускники ее выбрали профессию учителя. Она этим искренне восхищается. У меня было пять выпусков полных, но я доводила их с первого класса по четвертый. И это шестой мой выпуск. А так я с третьего класса доводила какой-то класс два года или начинала первый-второй класс. И приблизительно восемь выпусков. В нашу родную же школу вернулись две девочки, но они учителя английского языка. Это Кашокова Сатья Анзуровна. Она у нас работала. Теперь перешла в школу номер два в Кашихабль. Ну, по семейным обстоятельствам она там уже замуж вышла и туда перевелась. И в этом году Кашкова Аида Каплановна вернулась в нашу школу. Тоже учителем английского языка. И она преподает меня в классе. И я очень горжусь этим, что они пошли по моим стопам. Сусанна Скорбьевна Шхабацева с безграничной преданностью относится к своему выбранному делу. Увлекательную атмосферу она делает в своем классе. Ее усилия и вклад в образование детей неоценимы и оставит незабываемый след в их жизни. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех учителей, пожелать им крепкого здоровья, самых лучших учеников, благодарных учеников и чтобы ценили профессию учителя. Продолжение следует...